Как известно, со следующего года в стране заработает фонд социального медстрахования и далеко не каждый пациент сможет бесплатно получить помощь врача. Чтобы избежать недоразумений, актюбинцы должны определиться, в какой именно поликлинике хотели бы получать лечение. Для этого гражданам можно самостоятельно зарегистрироваться на веб-портале электронного правительства ЕГОВ. Для процедуры необходима электронно-цифровая подпись. Такая автоматизация прикрепления, говорят медики, сводит к нулю риски приписок, которые существовали раньше. То есть человек, который не думал менять поликлинику, вдруг обнаруживал, что числится в другой медорганизации. По желанию сменить клинику все-таки можно, но в идеале нежелательно. Это создает ряд сложностей по обслуживанию, уверяют медики. В течение года, один раз в течение года мы имеем возможность поменять медицинское учреждение. Но в силу определенных обстоятельств лучше всего быть прикрепленным там, где ты проживаешь. Это для того, чтобы медицинская помощь была оказана вовремя, чтобы медицинская помощь была оказана по цели. То есть мы, например, знаем, кто живет на нашей территории. Пациент наш знает свою медсестру, пациент знает своего участкового врача. Если вы прикреплены в другой организации, но проживаете на нашей территории, мы не сможем вам оказать помощь, например, при выезде на дому. Также та организация, где прикреплен пациент, проживающий на моей территории, не сможет оказать ему помощь на дому. По существующим нормативам на участке у врача должны быть не более 1700 пациентов. Обращаться за медпомощью в выбранную новую поликлинику можно будет с 1 января следующего года. Поэтому каждый активниц должен серьезно подойти к подобной приписке отчислению средств фонд медстрахования. Иначе лечить даже элементарную простуду бесплатно никто не будет. Помощь будет оказываться только в экстренных случаях. Обычную простуду на бесплатной основе только если это будет угрожать жизни. То есть если очень высокая температура или что? Какие признаки? Да. Если это высокая температура, если это инфаркт миокарда, к примеру. А все остальное мы призываем наших граждан все-таки получить статус. Кто они? Если это работающее население, то за работающее население платит работодатель. Если это пенсионеры и дети до 18 лет, за них платит государство. Если это студенты, военнослужащие, инвалиды, за них платит государство. Если это люди, которые нигде не работают, так называемые самозанятые, то они должны подойти в ЦОН, они должны подойти в налоговую и определиться, какую сумму они должны выплачивать за обязательное социальное медицинское страхование. Ну и поспешили медики КДЦ напомнить о дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Эту процедуру пока бесплатно. Можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Специалисты отмечают, что единственный эффективный способ защиты от кори – это вакцинация. Тем более осложнения после перенесенного заболевания серьезны. Ну и завтра в стране стартует вакцинация против гриппа.